Сегодня я вам расскажу о таком веществе как хинин. В течение длительного времени хинин использовался как основное средство лечения малярии. Сейчас его по-прежнему можно встретить в качестве одного из компонентов лекарств против малярии, а также качестве добавки в различные тонизирующие напитки. Изуитские миссионеры использовали хинин еще с начала 1600-х годов, обнаружив его в Южной Америке и привезя впоследствии в Европу. Однако, согласно одной из легенд, применение этого вещества для лечения болезни практиковалось представителями андских цивилизаций еще раньше, а открытия хинина и, в частности, его свойств нередко связывают с случаем удачи. В одной из легенд говорится об одном андском жителе, потерявшемся в джунглях и подхватившем малярийную лихорадку. Совсем обессиленный от жажды, он выпил из лужи воды, находившейся у подножия химного дерева. Горьковатый привкус воды сначала очень напугал человека. Тот подумал, что выпил что-то, что еще сильнее усугубит его состояние. Но, к счастью, все произошло совсем наоборот. Через время его лихорадка отступила. Человек смог найти дорогу домой и поделиться историей об удивительном дереве. Эта история не так хорошо задокументирована, как та же официальная версия о миссионере Бернабе Коба, который привез полученное от индейцев хинину в Европу и вылечил им жену вице-короля Перу. Однако, мы просто не могли проигнорировать интересную легенду об удаче, которая впоследствии изменила этот мир. Субтитры создавал DimaTorzok